Девушки отдыхают Мы извиняемся за долгую задержку, нам всем было не до этого И в качестве вступления я расскажу вам одну очень интересную историю Пока Витя пьет компот из клубники и яблок Вкусный После концерта, который состоялся 11 октября, ко мне подходит молодой человек в шляпе Такой волшебник, знаешь И говорит, все хорошо, вот КНБ лайв был, хатлайн у вас, тексты там всякие веселые Вконтакте вас читают Но так не хватает аудиопередачи Я, говорит, работаю на заводе, стою у станка целый день И вот было бы здорово, чтобы выходило какое-то шоу, которое могло бы отвлечь меня от серой и печальной повседневности Я приобнял его дрожащей рукой, посмотрел на него глазами краснеющими от мужских слез и сказал Все будет, брат Мы быстро мобилизировались и теперь мы здесь Специально для тебя Волшебник в шляпе Помимо традиционных тем из серии, во что мы играли за отчетный период, который какой-то слишком длинный И когда у нас вышел третий подкаст? После Е3 сразу? Да С ума может сойти Сколько воды утекло? Да А в зимском утекло, что кроме как о GTA 5 рассказывать все равно не придется К сожалению, да Ну и мы еще обсудим тему, которая носит рабочее название «Игры будущего» И это не игры, которые мы ждем на новых консолях Я огромное количество времени провел в игре «Хардстоун», несмотря на обилие вообще различных аудиовизуальных произведений вокруг меня И не ходил ни в кинотеатр, не смотрел телевизор, не играл ни в какие игры, даже доту забросил Серьезно, даже доту забросил? Даже доту забросил на какое-то время, потому что «Хардстоун» оказался чрезвычайно хорошей игрой Это как бы просто вроде и несложно, то есть нет никакого... То есть игра не предлагает никакого вот этого нарратива, погружения в нее и прочее Но стандартная механика была доведена до совершенства практически При том, что она, по сути, настольная и многие... Ну, здорово, что вспомнил «Хардстоун», то есть не только о GTA 5 будем говорить И, кстати, о «Хардстоун» какое-то время даже перебил у меня охоту играть в GTA 5 Поскольку GTA 5 такое массивное произведение, по сути, сериал, который нужно смотреть, знаешь, вот так, сезонными Очень много времени, да, ему надо уделять? А в «Хардстоун» можно немножко, да, поиграть и все Часов семь Часов семь до пяти утра Но у «Хардстоуна» есть одна вот эта особенность, что такое ощущение, что у тебя сессия длится там 5-10 минут И ты думаешь, ну, еще одну... 10 минут никогда никого не убивали А потом через 3 часа очутишься, но все равно ты получаешь много опыта, много всяких вещей, бустеров И, конечно же, самая классная штука, когда ты получаешь этот бустер из пяти карт Кликаешь, и отличная, кстати, игра отлично локализована, при том, что находится на стадии закрытого бета-тестирования Причем in-house, то есть Blizzard сам позаботился об этом Так вот, и когда ты кликаешь случайно на эту карту из пяти, которую ты купил И вдруг голос отличным баритоном говорит тебе «Эпическая карта!» И ты прям вскакиваешься, поднимаешь руки и такой «Да, сука!» И звонишь Добродееву «Ну что, сыграешь?» Это правда, это очень круто, и критика в сторону «Хардстоун» была только одна Это же настольная игра Вот, например, наш друг Вячеслав Мастицкий, он уже подсел все равно Но на первое время он кричал, возмущался, почему мы должны играть на компьютере настольную игру Я аналогичной позиции Но в итоге я вчера, у нас вчера пятница была на работе, отличная такая Ну давай последнюю Вот сейчас вот самая последняя из последних на распоследнейшие И в итоге мы такие Быстро, сценарий, быстро, быстро, скорее всего, уже день на концу Еще у меня есть претензия, что нет пока эпат-версия Потому что, конечно же, это все создано для мобилок И мне кажется, после того, как это выйдет на мобилке То тогда волна «Хардстоуна», она достигнет своего эпогея И захлестнет наконец топы «Апстор», которые, кстати, остаются не то, что нетронутыми Но вот я захожу в «Апстор», смотрю новые игры И там, в принципе, одни и те же лица Ну, то есть там я не вижу никаких прям суперновых Ну, я смотрю описание, и самое противное, что одни и те же механики, по большому счету Ну, то есть все те же фермы Не-не-не, там уже давно не фермы Начни играть на мобилках Дожди, начну играть на мобилках Я обрадовался выходу мобильных космических рейнджеров Которые называются, естественно, «Звездные странники» Опа! И, да, это не ферма, но это «Легенда драконов» То есть она даже... Она выглядит космический рейнджер Но вся была механика и прочее То есть в любом случае Я про фермы, я про рабочие названия Я имею в виду, что есть условно 10, 15, даже 30 Да, 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 которым соответствуют Да, мобильных механик Которые, по сути, просто меняются названия Меняется графика, графическая оболочка Я исключительно про это, ребят Я не про то, что социалки заколебали Нет, понятное дело И «Хардстоун» — это действительно что-то новенькое То есть даже «МТГ» Ведь понятное дело, что «Мэджик Тегеверинг» Послужило вдохновением, как всегда Близзарду для создания своей великолепной игры Близзард смотрит на игровые механики Существующие, доводит их до предела Где-то упрощает их При этом «Хардстоун» гораздо проще, чем «МТГ» Безусловно То есть она вообще как подкидной дурак Безусловно Элементарно Вторая волна критики была Типа, ребята, есть «Мэджик Тегеверинг» Куда вообще лезть? Ну, это как обычно Это Близзард, да Какой Варкрафт? В Архаммер же уже есть настольный Когда появится Близзард Дота Которая недавно получила название Heroes of the Storm Естественно, все будут так же орать «Да Дота уже есть, куда ты лезешь, Близзард» Вот посмотрим, как Близзард поиграет с механикой Доты Так вот В том-то и дело, что «Хардстоун» Он посоревнуется еще с «МТГ» Хотя «МТГ» глубже Ребята, вот сейчас кто слушает и играет в «МТГ» Да, никто не спорит, что «Мэджик Тегеверинг» Действительно, это альфа и омега Настольных карточных коллекционных игр Вообще никто не спорит Но даже онлайн-клиент «Мэджик Тегеверинг», Который я заходил Он есть, кстати, на консолях и прочее Видно, что он всего лишь придаток Для физических вот этих настольных карт Что в любом случае Он ни в коем случае не замещает Это как такая наживка Ты поиграл в онлайн МТГ и такой Так, все, нужно, короче, быстренько закупиться Бустерами Бустерами, да И напомню, что Карт существующих «Мэджик Тегеверинг» Я могу ошибаться Но то ли 32 тысячи То ли 16 тысяч Вот поправят меня Но то есть это огромное количество Которого должен разбираться И при том, что там Жопа, ад, сатана Восьмая редакция Забаненные карты В общем, как всегда И поэтому «Хардстоун» Для тех, кто, например, играл когда-то в МТГ Но не собирается туда никогда вернуться Например, я Я играл в «Мэджик Тегеверинг» В свое время, но сейчас я понимаю, что нет Никогда, ни за что И я думал, что «Хардсон» тоже не для меня Но вот это вот чисто Он изначально онлайновый И он там, скорее всего, и останется Вот эта вот доступность Вот эта легкость Вот эта вот Краткосрочность сессии Конечно, которые кажущиеся Безусловно Но она тебя цепляет Это очень здорово И очень удобно играть с друзьями И она легка в освоении В отличие от МТГ Где ты там такой Изи Толюн Hard to Master Но только знайте Слушайте, дорогие Что Деньги Реал В***вать придется То есть МТГ про деньги И «Хардстоун» про деньги То есть даже Вот не пытайтесь, короче, на халяву проекция Хотя она будет, скорее всего Ну, она будет бесплатной Я попытаюсь Она будет бесплатной Все-таки проекция на халяву Не получится проекция на халяву Кроме того Ну, покупка бустеров Вот этих пяти карт Да, случайных Абсолютно случайные Поэтому ты не знаешь, что там будет И колоду ты так не соберешь Тебе докупить надо до хрена Чтобы попались именно твои карты Которые ты хочешь То есть ты покупаешь пять И они не знают, что ты покупаешь Нет, там же можно распылить Типа на пыли И создать те карты, которые ты хочешь Можно, да Но, поверь, там нужно закупиться нифигово Ну, то есть Сорок бустеров То есть это получается Сорок на пять Двести карт Это вот Стоит тысяча шестьсот рублей Это минимум, который вам придется В***ть Но Если вы хотите Как-то выигрывать эти карты Окей, не вопрос Вы идете на арену Арена Это вариант Драфт турнира Magic the Gathering Где тебе достаются Эти бустеры На халяву Но ты их не получаешь Ты на конкретный турнир И у тебя Тридцать карт в колоде И те каждый раз Выкладываются по пять карт И ты такой Берешь эту Отсюда берешь По сути составляешь Рандомную колоду Вот И участвуешь в турнире Задача твоя Чем дольше ты продержался Тем больше будет приз Это игровые валюты Это бустеры Это все правильно Но, ребят, вход на арену 160 рублей Почему? Можно за 150 Внутроигровых Ну, то есть Ты где-то их тоже Все равно должен Выигрывать В плане Ты квестер выполняешь Это долг Ну, это долг Швестер выполнять Нет, но 150 Витя, нет смысла В том, что, понимаешь У тебя просто есть какая-то У тебя в данном случае Повез какая-то мания В***ть реала Не, не в***ть реала Я тебе говорю Я на арене участвую Все время, когда я накапливаю 150 золотых И я их накапливаю Очень быстро Ну, все равно не получится Я тебя с такой скоростью С какой будут Естественно В этом и смысл Но я не собираюсь Как бы Я не собираюсь Сколько ты уже Бал туда, скажи, пожалуйста 100 рублей 100 рублей Ну, уже Вот все Нет, я 100 Ящик Пандоры открыт У меня есть привычка Не привычка даже А я это называю Для себя хорошей традицией Если мне что-то нравится И оно фритоплейно Я обязательно туда заношу Хотя бы какое-то Минимальное количество Просто показать Свой респект разработчикам Так я плачу в Доту иногда Потому что мне на самом деле Вообще ничего там не нужно Ну, грубо говоря Из того, что там есть У меня ничего так прям сильно Что вот я Как бы Жить без этого не могу Там жить можно без всего Чего угодно Ну, вот Соответственно В Хардстоуне тоже Мне просто понравилось И там Ну, типа Если вы-то хотите Показать нам Свою признательность То вот И там получаешь Вот эту карту Которая нахер Никому не нужна В закрытом бета-тесте То есть, по сути Ты тестируешь магазин И платёжную систему А они выражают тебе признательность В виде секретной карты Ну, как бы Если учесть, что я Несколько дней играл Там по 6 часов к ряду Ну, то есть Два или три дня По крайней мере Такое было Если так по 6 часов к ряду То, конечно Можно заработать На три бюджета Ну, а ты как думал Но, как всегда В любом фритоплее Есть выбор Либо деньги Либо время Ну, да В хорошем фритоплее Потому что в плохом фритоплее Нет этого выбора Она про деньги Мэджет Гейверинг Тоже вся исключительно Про деньги Потому что это физические карты Это ритейл Там просто Там деньгами всё смазано Смысл в том Что здесь нельзя Как и в Доте В той же самой Нельзя купить геймплей По сути Ну, да То есть Это для русского рынка Чрезвычайно важно Что есть абсолютно Честные соревнования По сути Главное Там у тебя Остается вовремя Считать в уме И складывать Считать И поехать То, что Как известно Чем восточнее Территория в Европе Тем больше Пвп Направленная Аудитория Ну, вот У нас очень любят Пвп Именно поэтому У нас Дота Так популярна И Хардстоун Я уверен У нас будет Не менее А может быть Даже более популярным Всего того Что он будет доступен Ещё и на мобилках Ну, да И тот факт о том Что в итоге Ты купишь на 1600 Своих бустеров А всё равно Со мной сыграешь Три-три Витя Он говорит о том Что Что Добродев Сейчас вы***вается Да Как мне сказали Чуваки Которые играют В МТГ Ну, они посмотрели Хардстоун уже Понятно Там Нету Короче Этих Карт Контролирующих Не контролирующих А Перебивающих Короче Ход противника Контр Короче Активных карт Но неважно Они сами подтвердили Такую штуку Что Три фактора От которых Зависит твоя победа То есть Условно На треть Влияет на победу Это Твои мозги Естественно Это Стартовый набор карт То, что тебе попалось В руку И только третье Хорошие карты Ну, то есть Купленные Те самые эпические Легендарные Я видел Я сам попадал На такие моменты Когда я весь такой Закупленный Ну, как закупленный И просто не идёт карта Не идёт карта И ты проиграешь Чуваку явно С базовыми картами Когда он только Ну, он условно Он просто фартит И плюс Поражает, что делает Поэтому, конечно Добро, ты прав Безусловно Это надо Но в любом случае Имейте в виду Что деньги в хардстоуне Имеют хождение И зная Близзард Во-первых Он облекает покупку В такой праздник Вот купить этот бустер Они уже сделают Даже объёмным То есть Это такой В древесную кору Такой кулек С этими картами Причём он объёмный Реально А когда ты Заказываешь не один А сорок Просто это можно Даже просто проверить И такой Ну, у меня сорок бустеров Не обязательно их покупать Просто кликните Когда вы будете это делать И эти сорок бустеров Прям вот Их сорок На экране Они прям огромной кипой Валят себе на экран И экран аж продавливается То есть он прям Сотрясается от того Что падает Бум Это кипой И ты смотришь Такой Браво На закрытом бета-теста На закрытом бета-тесте У них уже шрифты Даже все подогнаны То есть если где-то там Всё озвучено Да Потом выходит патч И видно, что шрифты Уже подогнали И прочее Мне очень нравится Что ты когда играешь С кем-нибудь по сети Если ты в наушниках Мне, кстати Мы с Ляли играли И он Мы сыграли партию Партии, наверное, 12 Я три последних выиграл До этого 9 Он, значит, сливал Я сливал И три, которые я выиграл Я сидел в наушниках В закрытых Я ничего не слышал Был 100% сосредоточен Под этого Аутоморал Легкий гитар Не, а там Герои же разговаривают Что-то типа Это самое И он за друиды играет Что же делать И ты такой Сохнуть Мне это кажется Это и есть на самом деле Парадокс Ну, то есть Подумайте Значит Карточные игры Вот эти Типа МТГ И в принципе Настолки Типа Игры престолов Типа Цитаделей Типа Dungeons and Dragons Даже Это игры Такие видеоигры 30 лет назад Когда не было Возможности Это на компьютере Все сделать И люди Открывали Красочные Вот эти вот наборы Читали что-то там Высчитывали И у них Сами строили себе Геймплей Потом появились Видеоигры Которые скрыли Всю эту математику И описание Под графику И оставили только Выбор в диалогах И тыкать мышкой Которого врага Атаковать Baldur's Gate Например Тот же самый И тут Короче Наступает 2013 год И неожиданно Все такие В жопу Буду играть В карточную игру И я не говорю Что карточные игры Плохие Меня тоже Жутко затянул Хардстоун Просто это очень странно Я думаю Сейчас у всех Есть карточные игры Есть даже карточные World of Tanks General Да-да-да-да Нет Я думаю Что еще Очень важный момент О том Что издатель Все-таки Blizzard И Blizzard Умеет работать Умеет подгонять Этот геймплей Для массовой аудитории Ну то есть Чтобы всем Это было Изначально понятно Даже Diablo Если вы вспомните Как там ведут В начале персонажа Любой ребенок Разберется Как играть Там В Diablo 3 World of Warcraft То есть Если сейчас посмотреть Как World of Warcraft Выглядит То это тоже Тебя ведут за ручку И везде Ты там Не забудешь Старкрафт Дает по зубам Тебе сразу Почему Старкрафт тоже Если ты помнишь Одинственная компания Если ты вспомнишь Количество Всяких этих Соревнований Она подбирает Тебе противника Но Старкрафт Это ладно Это на самом деле Такая более тонкая тема Сейчас популярен Тезис о том Что Значит В достоинстве Достоинство игры Когда у нее Нет достоинств В нее записывают Что значит Она будет Ну насчет Нет достоинств Это я пошутил Конечно Просто обычно В числе плюсов Перечисляется И момент Что эта игра Якобы Та или иная Будет понятно Людям Которые никогда Не играли в игры И значит Поэтому она Классная Так Я сам писал Про Far Cry 3 Так было У Андрея Загудаева Про Last of Us Так говорилось Много раз Про Beyond Two Souls Про Heavy Rain Про Heavy Rain Да Но на самом деле Hearthstone Вот это игра Для тех Кто не знает Что такое видеоигры Но здесь дело в том Что поиграв в Hearthstone Он не поймет Что такое видеоигры То есть он Это не видеоигра По сути Да То есть это как Как есть карточный Покер бумажный И тут неожиданно Он такой В онлайне играет Я онлайн Вый геймер ММО шпилю Покер Вот Поэтому да Hearthstone Сейчас есть две игры Которые в моем топе Вот именно Таких Общепопулярных Лидируют Это Hearthstone И Rayman Legends Мы вот вчера Поиграли наконец В версии Вообще бомба Просто пока мы С Hearthstone Окончательно не ушли Она выглядит невраждебно Это очень важно Что Hearthstone Что это самое Да В Last of Us Возможно Человек может увлечь История История Точно так же Как и в Heavy Rain Его может увлечь графика Классная озвучка Знакомыми киношными голосами Но когда Человек начинает понимать Что Где этот ЛС Там Где находится этот Треугольник Что мне надо нажать Это глупость Это иллюзия Никого эти игры И Far Cry 3 Никого в жизни Никогда не привлечет Никого нового Никто его в спулке Не возьмет Зашел в магазин За хлебом Купил Far Cry 3 Чего Следующая мини тема Может быть Кстати про Биошок Инфинит И вот это Невнезапное прозрение Многих технологистов Сейчас я про Cardstone Последнее расскажу Я в принципе не вижу Ничего плохого В том что Настольные игры Вот в полном виде В таком как он Не есть Переходят В видеоигры Потому что Мы кстати вчера С этим столкнулись Что Особенно комплексные Настольные игры Они занимают Огромное количество Времени на сетап Конечно На вот эти вот Нюансы Разберись в инструкции У нас вчера Еще в инструкции Противоречия Могут быть какие-то Именно У нас вчера был спор Из-за того что Кто-то вовремя Не сказал какую-то фразу Ну там Формализован должен быть процесс И чем мне нравится Хардстоун Он тебе не позволяет Делать фигни Он фактически Сам является судьей Вот вашего Вашей дуэли Он показывает тебе Какие могут быть ходы Он сам считает И сам вот это все делает Многие функции Из-за которых Та же партия Magic Together Может затянуться Там до часа Потому что споры Я подумаю Я схожу Не записал Не записал А слушай Расскажи мне Что делает эта карта Вот это все Когда переходят в компьютер И компьютер этим занимается Это правда классно Я играл во многие Настольные игры Тот же Катан Например Он компьютерный Отличный В нем можно играть Просто по онлайну Со многими Не только С твоими соседями Но и получается За границей С кем-нибудь И не важно Именно настольные Видеоигры Я не понял Сейчас про соседей Все онлайн Нет Я имею в виду Что настольная игра Какая-то Только с соседями Что настольная игра Да Позволяет В физическом мире Ты не сможешь Сыграть с англичанином В настольную А там сможешь Потому что все Локализованное И еще один тезис По этому поводу Что у настольных игр У них получается Такой Международный Понятный Общий язык То есть Ты даже Можешь не общаться В чате с немцем Который говорит Только по-немецки А ты говоришь Только по-русски Но вы знаете Правила этой игры И вы нормально Будете в нее играть Абсолютно Все понятно Кто что делает Поэтому в принципе Переход Настольных игр В компьютерный Вариант В чистом виде Я считаю Что это отлично И Hearthstone Кстати Поскольку это смесь Magic the Gathering И не забываем В World of Warcraft Там многие заклинания Взяты прямо Из World of Warcraft Вот это превращение В овцу Это простите меня Из Warcraft До сих пор Еще из стратегии Поэтому Я видел много Фанатов World of Warcraft Которые Из-за того Что там Персонажи взяты Из World of Warcraft Им нравится эта тема И они фактически Видят продолжение Warcraft Ну вот У меня примерно То же самое И у них Геймерская Геймплейная составляющая Вот эти вот Комбо продумывать И прочее Там есть То есть Если ты хочешь Глубины Быть задротом В Хардстоуне То там тебе Только вперед Все нормально С точки зрения Именно Что это для игроков Для хардкорных Они все там С точки зрения Монетизации Еще будет очень весело Как бы обратный процесс То что Типа Изначально игра Была карточная И теперь пришла в онлайн А сейчас вот онлайн Полностью выйдет Там на мобилках И так далее И она будет Я уверен Она будет в оффлайне Ну то есть Мы будем сидеть Играть За этим столом Нет Я уверен Что по крайней мере Не уверен Для фанатов Ты имеешь ввиду бумажные? Да Бумажные Коллекторсы Ограниченные тиражи Для фанатов Я уверен Что будут там Те же самые бустеры Вместе с фигурками Будут доживаться Да-да-да Уже есть какая-то Коллекта была на самом деле Карточная игра По Варкрафту В World of Warcraft есть Да Другая Но она не очень Нет Я имею ввиду Там Она не коллекта была По-моему Она просто Это большая коробка Коробка, да Бордгейм Не-не-не Есть Бордгейм И есть по-моему Наверное Да в общем Вот сейчас у них возникает Второй шанс О том Чтобы сделать это Гораздо более массовым занятием Ну может быть Может быть Ну вот здесь придется соревноваться Короче Я на самом деле жду Когда Хардсон выйдет на мобиле Чтобы можно было Без таскания карт этих С собой Прийти в бар И дико сразиться С одними мобильными телефонами Здорово Получается Зачем тогда выпускать Бумажную версию Когда я наступил планшет Обязательно найдется фанатское сообщество То есть которое будет влюблено в карту на 100 Которое купит все эти бустеры и так далее Это дополнительная монетизация Это просто фетиш Это вот та же самая Типлатформенность Я не думаю Что это будет массовый тираж Типа там Ну а деньги на этом заработают Просто будет типа для коллекционеров А если учесть что Ну может быть на Близконе там А аудитория Знаешь я говорю Судя по всему Будет там миллионы человек Ну вот То даже процент Который купит все эти карты Он принесет уже ощутимый доход Про вводы Насколько мне известно GameSpot поставил задним числом Bioshock Infinite 4 балла из 10 Зачем? Идиоты И по-моему второй какой-то был Такой же И на Нет-нет-нет Не на Еврогеймере Но в общем Кто-то ссылался А Penny Arcade ссылалась на какой-то блог Где в Bioshock Разбирают сразу под заголовком Худшая игра года Ну то есть Я читаю это И понимаю что Про любую игру в принципе можно сказать Если посмотреть на нее под заранее Критическим углом Про любую видеоигру можно сказать То что видеоигра всегда заключена В определенных рамках Своих условностей Там Это игра ребята Bioshock В нем такой прекрасный мир Но вы являетесь Один из тейсов Но вы являетесь лишь зрителем А не участником Вы не можете ничего там потрогать Ничего это самое Твою мать Нельзя сесть на дирижабль И как в GTA Летать на нем Ну глупости какие-то Реально И кстати Это как в конце 90-х было Про свободу в играх Помнишь Свободу Все время Это была тема Которая муссировалась В безженном Постоянно Свобода выбора А почему Типа Я не могу Убить всех в деревне Да Это именно Это просто говноедский текст Вот И плюс Разговор о том Кстати Были про Bioshock В частности Самойника По-моему это подтверждал Что Bioshock Это игра Создана для того Чтобы люди узнали Что игры это искусство Корон не согласен с этим Не согласен Не согласен Да Потому что Bioshock Он все-таки Олдскульный шутер Про геймплей Это вот вопрос о том Что в Bioshock нет геймплея Ну там есть Слышишь нет геймплея Кто так сказал Ну рельсовый шутер Вот эти вот Да на здоровье Да И Bioshock трудно играть Людям Которые в принципе До этого не играли В шутеры например У него очень быстрый темп У него быстрый темп И там даже на нормале В принципе некоторые враги Могут тебе раздавать Такие вещи А при этом ты должен Комбинировать Раздавать вещи Тебе могут враги Раздавать вещи В виде там Корсона граешь Такой Мне тут Добродев Вещи раздает И ты должен еще Комбинировать Свои умения Ну да То есть ты должен Именно действовать И думать как геймер Импровизировать Как геймер То есть ты предполагаешь Так Дай-ка я сейчас Фигану Короче Значит Вот этим вот маслом И подожгу А потом еще Чтобы он взлетел Выстрелил из винтовки Чтобы он упал И заморожен Да И заморожен Чтобы он еще Быстрее вниз летел Это геймерское мышление Это хардкорное мышление Так чувак Обычно В принципе даже Предполагать такого не может Но при этом Мало подсказывать Если ты на изи Поставишь То там У тебя будет наоборот Такое Познавательное Скорее что-то То есть ты такой Вау Как здорово и весело Я могу его убить Оу А можно еще Чтобы вороны его поклевали Ну как включить ворон На вороны Ура Короче И забыл про это Но я не понимаю Почему люди Вот Я не знаю Может быть это только я Это заметил Но почему-то Когда разговор заходит О Биошок инфинит Геймеры все делятся На две касты Первые Любят Биошок Вторые Любят Ласт оф Ас И ненавидят Биошок Потому что Обычно Понятно что Игрой года В большинстве Медиа станет Grand Theft Auto 5 Но Вот до этого Как раз таки Игра года Стоит написать В твиттере Игра года Биошок инфинит Сразу прибегает Да говно Да это шутер Да там Обычный шутер С крутым сюжетом А вот Ласт оф Ас Не такая Я сейчас не хочу Разжигать про Ласт оф Ас Хотя конечно Очень хочу Вот Но Просто Под этим углом Можно посмотреть На абсолютно Любую игру Даже на ту же Ласт оф Ас Что это абсолютно Тривиальный Шутер от третьего лица С вариантами С каким-то сюжетом Который Многих впечатлил Меня он не впечатлил Но я не хочу Вам ничего доказывать Как бы Ну вам нравится эта игра На здоровье Мне вот GTA 5 Не понравилось Я не хочу просто В нее играть И все Я все жду Когда же про GTA 5 Сейчас мы Я надеюсь Что никогда не начнем Потому что GTA 5 Это концептуально будет Я не понимаю В чем проблема То есть Да Биошок это шутер И никто вам не говорит На обложке Никто не написал Что это Блин Мюзикл Бродвейский Это шутер У которого Очень быстрый темп В него Достаточно войти И вы Начинаете носиться По этим уровням Ездить По рельсам Стрелять Падать Сверху на людей Замораживать Поджигать Маслом Туда-сюда Я в Биошок Ты так не прошел Биошок Ты даже Сука его не включил Понятно У тебя лежит диск У меня лежит Стопочка Уже Из четырех По-моему Или пяти игр Рядом с консолькой Которая Об этом Об этом мы поговорим В теме будущих игр Потому что Стопочка есть у каждого Она растет Это мы сейчас Про Steam не говорим Где просто там Ты покупаешь Я уже не понимаю Зачем я это делаю Я не покупаю Вот Там тоже список растет Короче Вернемся По поводу Steam У меня как бы Я не знаю каким образом Но у меня почему-то Включился такой Типа Перк Юбисовский аккаунт И у меня есть все игры От Юбисов Когда-либо Ты говоришь Это в раз в двадцатом А я не пополняюсь Да Я имею в виду Что я все равно То есть Оно растет В арифметической прогрессии Ой, да ладно Там три игры Все нормально Ты видел там Сколько хуйни Вы делаете Так вот Watch Dogs Уже появилось Нет Не в этом году Да Так вот И Значит Ругают за то Что это шутер Это то же самое Что ругать Витю За то Что его зовут Витя Причем там даже Говорят не так А говорят что Плохой рельсовый шутер Меня вот это убивает То есть А с чем вы сравниваете Друзья мои С Far Cry 3 Типа классный Open World Здорово Ну Кому-то нравится Открытый мир Кому-то нравится Хороший рельсовый шутер Какой Хороший рельсовый шутер Но если я Bioshock Не знаю Наверное Call of Duty Call of Duty Да Я просто не знаю Какой еще шутер Такой же крутой Как Bioshock Мне кажется Просто Есть одно Такое процессовое Ну Выб** Ну да Мне тоже так кажется Мне кажется Не стоит По тому делиться Ну то есть Такие Ой Gamespot написал Что Bioshock Infinite Плохая игра Давайте почитаем Вау Класс Все ссылки Давайте подаем И вдруг Появляется Тенденция Твит такой Наконец-то А то думал Я один Поставили Левина на место Да Короче В жопу Идите И Насчет баланса Там типа Еще один укор был Что Баланс Не соблюден Баланс между Крутой историей И вот Плохим рельсовым шутером Окей То есть Олдскульный шутер Это теперь плохо Вот это Причем Это такой Олдскульный шутер В духе Я даже не знаю В духе Блада На самом деле Ну он Реактивный Ну шутер-то такой Кидаешь динамит И расстреливаешь Это Блад Да Вот А здесь То же самое Швыряешь фаербол И такой Из автомата Ахахаха При этом Bioshock все время Несется Как паровоз Когда там Начинается стрельба Там нет Такого Ключевое отличие Именно геймплей На третьем Bioshock А по рельсам Кто-то едет Да-да-да Первое и второе То что ты в первом-втором Больше занимался Исследованиями Каким-то там Чтением дневников Там не было Массовых сцен А здесь ты заходишь На уровень Там хаб такой Типа И начинается перестрелка И он как паровоз Такой Ту-ту-у И просто с такими глазами Сидишь Твою мать Что происходит Очень круто все сделано Я Причем специально Не смотрел Трейлеры Когда Ну раз уж Блин вернулись К Bioshock То по полной До выхода игры Я специально Особо не смотрел Трейлеры То есть я посмотрел Парочку И такой Да Bioshock Это я жду И для меня Каждый элемент Геймплея Становился открытием То есть вот эти Разрывы Вот это время Короче Туда-сюда Я просто Офигевал От всего Что происходит В этой игре И когда GameSpot ставит 4 из 10 При том что Каким-то Это 4 из 10 Это что Типа Крессивным способом То есть если мы возвращаемся К первоначальной Рецензии Рецензии То там Высокая оценка Я не знаю Ну 9 или 10 Да 9 или 10 Или 8 с половиной Ну неважно То есть тот самый порог Когда типа Вау-вау Оскар А тут получается В преддверии итогов года Да Когда бы выходили Суперхиты Это уже Это уже На что не влияет А вопрос А там то чем вы думали Или занесли Вот это Что это Не знаю Это какой-то Идея Мне кажется Я говорю Это просто Ну народ Решил Все Вот реально Это исчерпывающий ответ На то Почему они это сделали То есть все Биошок Как Про нашу оппозицию Говорят Да-да Режим дрогнул Прямо сейчас После вашего митинга Здесь то же самое Все Биошок Просто Левин Должен застрелиться И уехать Вы видели Трейлер Продолжение Берл Д Си Я не знаю Это Самоожидаемая Получается Моя игра Хотя это всего лишь Двухчасовой аддон Я предполагаю Что там будет в конце Но я уверен Что все будет Не так как я думаю Потому что Когда я дошел До конца Биошок Инфинит Я реально Я визжал Как просто Как сука Я настолько Не ожидал Такой развязки Что конечно А в Берл Д Си Скорее всего То же самое Что означает Великие произведения От говна А это то Концовка Нет Главное Уметь закончить На самом деле Концовка Да я согласен В том смысле Что ты готов Художественные произведения Очень сильно страдают Вот реально Ни одной книгой Которую я прочитал За последние лет пять Она меня не удовлетворила С точки зрения концовки Тут такой момент Что даже зная концовку При том что Шиворот на выворот Естественно Ты второй раз Перепроходишь И у тебя Вот это там Не маячит впереди Что же будет Что же будет Ты знаешь что будет И я Многим уже писал Рассказывал Я повторю еще раз Я стал перепроходить Биошок Инфинит Сразу после того Как я закончил Первое прохождение Я включил его Вот этот режим 1999 Который типа Хардкор Суперсложный Вот прям вот После титров И стал проходить заново Потрясающе Я причем знал Все что будет Ничего Я стал Больше записей Нашел Больше уделил Внимание Исследованию Локации Именно Я исследовал Я получал Колоссальные удовольствия Когда-нибудь Пройду третий раз И жду Аддон Я не знаю Как его назвать Знаешь что Вчера включил Скайлин Я такой Стою И думаю А ты сначала Начал У меня на новом Эксбоксе Нет сейвов Я думал Продолжу Включаю И смотрю Мне предлагается Новую игру Начать Я такой Ну ладно Поехали И вот это Господи Типа Откуда ты Вор Я из Рорикстеда А что Последние мысли Норда Должны быть О доме И остаюсь Такую Мать Твою Сука Вот Да Конечно Ну и В общем Я даже не знаю Что еще Давайте Скайриму Поставим Тоже 4 Я сейчас реально Дов**аться до Скайрима Вот так просто Можно Причем вспоминать Квадратные персонажи Ноль драматургии Был Моровин Была же игра Когда Да Тоже Такая же квадратная Как Скайрим Сейчас Вот напишут В той лицензии Весь Elder Scrolls Говно Ну просто Я не понимаю Вот с таким Просто подойти Изначально С говеным настроем Можно к любой игре И любую игру Обосрать Назовите мне Любую игру Давай про GTA Что тогда Отлично Давай Поскольку я не то чтобы хейтер Я вообще последнее время Потерял желание Кому что-то доказывать Как недавно Нашел картинку В интернете Типа Что сложнее всего Было бы объяснить человеку Если бы он из 50-х Переместился в будущее В наше время Сказать ему Что у меня в кармане Есть устройство Которое дает мне Моментальный доступ Ко всем знаниям человека А я его использую Для того чтобы смотреть на котиков И спорить с неизвестными мне людьми Вот Поэтому я перестал В принципе Стараюсь минимизировать Процент споров С неизвестными мне людьми Но вам я расскажу И раз здесь стоит микрофон То вы послушаете Дело в том Что Я не являюсь фанатом Grand Theft Auto Таким каким являются Многие на самом деле То есть я пятую часть ждал Исключительно Потому что мне понравилась четвертая Четвертая После третьей Вот эти квадратные морды Короче Узкие глаза Вот эти вот Джинсы зеленые И аркадная механика Из серии Убери одну звездочку Найдя звездочку После Вайзи Сан-Андреаса получается Я не играл в Сан-Андреас Мне кстати Сан-Андреас не понравился Да всем он не понравился Короче На самом деле Он всем понравился Я таких людей не знаю Правда И вот четвертая часть После третьей Была просто бомбой Мы тогда работали В Одинессе И это был 2008 год И мы Я смотрел трейлер Такой Господи Что это за игра Живые персонажи Наконец-то герой Разговаривает Нормально Они там Персонажи Герои Роман Брюси Ника Короче Все эти ублюдки Они все карикатурные Этот бомбоклад Короче Они все очень смешные В GTA 5 Я таких персонажей не увидел То есть она как будто бы Более взрослая Но при этом нет такого За что ты мог бы зацепиться Сейчас мне скажут Да-да Тревор Но С Тревором связана Отдельная тема Я К GTA подошел Без Хайпа Точно так же Как и К Ласту Фас В принципе И что я там увидел Вопрос расширен Но не углублен Как будто бы То есть Если мы берем Bioshock Infinite Это не значит Что одно лучше другого На здоровье GTA 5 Игра года Что угодно Там пишите у себя В комментариях Пожалуйста То в Bioshock Infinite Вопрос углублен Очень сильно Углублен То есть ты прям такой Вот она Прям вся тема тебе Пожалуйста От и до И ты все там Понимаешь У тебя складывается Ты потом первый И Bioshock Перепроходишь Такой После Infinite Ты начинаешь Дополнительное дно То есть Это задумано На самом деле Было все заранее Бioshock и Bioshock Infinite Это фактически Две разные игры Как бы и да И нет Ты понял И в GTA Там как будто бы Тему расширили То есть Сан Андреас Была похожая история Я играл в Vice City И ко мне приходили Друзья в гости И говорит Типа Ты что Не играл в Сан Андреас Я говорю Нет Да ты что Да там же можно Персонажи развивать Там город еще больше Возможностей еще больше И можно летать Не только на вертолете Но еще и на самолете И вообще И я такой Господи Ну ничего себе Вот это да И здесь Похожая ситуация То есть Вместо одного героя У тебя целых три Вместо того Чтобы значит Просто на машинах Мотоциклах Вертолетах Еще есть велосипеды Есть самолеты Есть отдельные миссии На каждый там Вид транспорта Условно говоря Гонки Контрабанда На самолетах Там с сыном Ты едешь На велике И Можно стричься Не только покупать Все костюмы Заходить в интернет Кафе Лазить В местном интернете И стоять В пробке И ты такой Ну и чего Ну и как бы При этом я лежу На своем гиване Все это время То есть это как В том стендапе Типа Я не увидел Там Чего-то Что И все такие Ну ладно Сейчас короче Может быть тебе не нравится Завязка Дойди до Тревора Дойди до Тревора Бомба Тревора вообще Он тебя очарует Я думаю Ладно Дойду до Тревора Это мучение Длилось несколько дней Потому что Я не могу Учиться играть До пяти утра Один раз Попробовал Очень сильно пожалел В общем я за поем Не могу в нее погружаться И я не согласен Что в этом Причина А кстати Это одна из причин В эту игру Невозможно играть Не за поем То есть если ты играешь Хорошая игра Должно быть Если ты играешь В GTA Ну как бы два часа То ты пройдешь Ну две миссии Ну и нормально Я не согласен с этим Они там на самом деле Заканчивают Ну то есть Нет там есть История начинается История заканчивается Это фактически мини-сериал То есть ты прав Ты можешь брать Там ключевой квест У меня просто Они в этом ключевом Кресте Собираются все втроем Обычно Вот Это происходит Такая Как раз Условно посмотреть Несколько серий сериала И Просто город Настолько огромный Настолько всего Дофига Вокруг Реально Ну вот у меня допустим Меня пугает на самом деле Это обилие Любопытство Ну это уже другой вопрос У меня все в порядке Меня это меньше пугает Чем Assassin's Creed У меня например Нет это вообще Короче я видел эту игру У меня все в порядке С рейсовыми шутерами Потому что я хочу Там вот типа У меня история Там туда-сюда Есть например Антон Логанов Недавно Мы с ним обсуждали Этот момент И он серьезно Подозревает Что Открытый мир Убьет МГС 5 Наглухо просто Потому что Всегда была история И это было главное Достоинство этой игры Потому что геймплей Там на самом деле Никудышный Я сейчас играю в нее на Вите И это все Это реально Это как в том же самом стендапе Типа открыл карту Снэйк был нашим Худшим агентом Он большую часть времени Шатался по полю боя Без видимой причины В присядку Ну помнишь да Это реально Примерно так Хотя вот А вот история Постановка Там все это Увлекательно И в МГС 5 Возможно Открытый мир Все это перечеркнет Но мы сейчас все-таки Про GTA И я дошел до Тревора И что вы думаете Убей 20 реднаков 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 Довези на самолете Который ты хер Потом посадишь 5 посылок Довези еще 5 посылок Довези 5 посылок Довези до меня И появляются несколько вещей Во-первых Там очень крутой город Безусловно Она супер красивая Плюс я недавно Посмотрел на IGN И всем советую Это сделать Ролик называется 45 мелочей Или что-то такое В GTA 5 Который вы не заметили И там просто видно Насколько Детальная работа Там была проделана То есть И плюс GTA Конечно Как всегда Это некое отражение Какого-то культурного пласта То есть там Все супер Супер правдоподобно Ну видимо Мне этого не хочется Просто знаешь Как ты берешь Приходишь домой вечером Берешь себе Три бутылки пива И такой думаешь Эх Выпиваешь их И такой что ты А видимо Не этого тебе хотелось Этим вечером Не три бутылки пива Кстати Я думал ты про другое Ты приходишь С тремя бутылками пива И такой Ох Сейчас подготарчик А потом понимаешь Так Сейчас подожди У меня там задание Так нужно лететь Через всю карту Короче И так Такси вызвать нельзя Значит нужно ехать Короче Опять там Врезаться Полиция И вот Так появился в моей жизни Хардстоун Я просто говорю о том Что Вместо ГТА Все игры Рассчитаны На определенную аудиторию Если Я вам сейчас скажу Что я не играю В World of Tanks Это не значит Что она говно У этой игры Куча фанатов С ГТА опять То же самое Для меня Самой Пиковой точкой Творчества Rockstar Games Стала игра Red Dead Redemption После этого Я для себя Эту тему Более или менее Закрыл Но РДР Меня полностью поразило И Честно говоря Гораздо сильнее Чем даже Та же самая Четвертая ГТА Которая на самом деле Там вот мы до сих пор Вспоминаем Там фразы Брюси I'm working out И так далее Сцены из ГТА 5 Мне не запали в мозг Мне не хочется их цитировать Они не вспоминаются Мне вообще Насрать По поводу Там еще была Определенная комичность Персонажей Потому что Они были карикатурные Да, если вспоминать Персонажей Которые были там То они все были Да, такие Ну, как из Архетипов Как из комедийных сериалов Раба говоря Мне что предыдущие Да, четвертая ГТА Да нет, ребят ГТА Да нет Там прям было Брат-дебил, короче Иммигрант Качок Богач Да есть Наркоман Не-не, Петя Там все есть И просто Когда играешь в ГТА 5 Если ты не любитель Вот этих вот Свободных открытых квестов Бесконечных И прочих Которые там Остались Такси Но при этом Мне дико понравилось Там водить Первые два часа Я просто Там же есть режим У Нигера Когда ты можешь Дажать два стика И у тебя время замедляется Да-да-да И если ты абсолютно Негодышный Бурнаут начинается Да Между капелек Там вообще отлично Кстати ГТА 5 Это первый ГТА Где мне не хочется Разбивать машины Там есть крутые тачки Особенно Это отдельная кнопка Чтобы поднять вверх машину Особенно Когда ты играешь За майка А, да-да-да Ну да За майка, например Вот И на дорогой машине едешь Ты такой Ну слушай Ну что я сейчас буду Останавливаешься Я бы поворотники включал Если бы они там были Вот Они там автоматически Не, они вообще не включаются У тебя То есть ты такой А-а-а-а Води как давно Да И паркуешься Так же, кстати Как мудак полный Всегда Вот При том, что даже по квесту Паркуешься как мудак Там Потому что у тебя посреди Почему-то дороги Вот это светящееся пятно квеста И ты хочешь припарковаться нормально Тебе хочется По-параллевому отыграть Подъехали, припарковались Но как только ты наезжаешь На это пятно Вот Вы останавливались Начинается квест И такой Просто посреди дороги Поставил Вот такой Нормально Не палимся Идем грабить банк А вот в это время Эвакуатор увез Вот Но Смотри Штраф такой Выписан Я в принципе тоже Все Вот эти Открытые милиции Честно говоря Меня вообще пугает В последнее время Ассасинскрит меня этим добил То есть Как я уже говорил Первые три часа Я, кстати, могу рассказать Про Первые четыре Я в него играл Да Первые четыре часа Великолепные Story driven Все отлично А потом Когда тебя выпускают Уже нормальный Ассасинскрит Когда уже Пол Америки у тебя Там Вокруг Бостона Тысячи какие-то Я понимаю Что страха Глаза велики Я в значках мелких И такой Смотришь на легенду Каждый значок Означает какой-то квест И такой В Ассасинскрите Очень многие дополнительные квесты Они были Не то чтобы Обязательными Но условно Обязательными То есть Строительство форта Вот это вот начинается То есть Тебя фактически Загоняли в какие-то Коридорчики Типа Чувак Ну надо Надо Франклину Ты потом поможешь С его конституцией Давай-ка ты пойдешь Сейчас Не знаю Повозишь Повстанцам Морским путем Не знаю Вяленое мясо Это надо сделать Чувак Три раза Три ходки В GTA 5 Все дополнительные квесты Они реально дополнительные То есть Ты можешь вообще Плевать на них Ну и плюс Играл Мейтер Отъебываться То есть Если ты Четыре раза Достаточно проиграть Перестрелки И ты там Типа Икс нажимаешь И пропускаешь Миссию Да правда Это круто Кстати Это очень В Ленуар В Ленуар В Ленуар То есть Если ты Экшен Элементы Просаживал Пропустить На здоровье И На самом деле Открытый мир В GTA 5 Он Не цель А средство То есть Если мы вспомним Биошок То весь этот мир Который выстроен Вокруг него Это такие Иногда даже Двухмерные фасады По сути То есть Конечно Есть глубина Есть там Вдалеке Светящиеся дома Это все Это все Потрясающе Но если камеру Поднять Помнишь Иногда Когда мы Провалимся Сквозь уровни Ты видишь Этот выстроенный уровень Уродливый И ты понимаешь Что это все Декорация В одном У тебя А в GTA 5 Даже когда ты Только по сюжету Играешь Там в принципе Достаточно Только по сюжету Играть Если ты не хочешь Дополнительных сцен Как Стрижки Дополнительные Режиссерская версия Дополнительные сцены Если ты не хочешь Там очень реально Крутой сюжет Тебя игра протащит Через все Возможности GTA 4 GTA 5 Через все Абсолютно По одному разику По одному разику Ты попробуешь От самолета До велосипеда Вот И через локации разные От гор до океана То есть Все прям Ну я остановился На самолете Да Она тебе все это сделает Вот А можно дуть В комнате у сына Можно Причем он каждый раз Говорит какую-нибудь фигню Я реально Я занимался этим Я 20 раз подряд Это сделал Да И он такой В кого я превратился Опять я в говно Когда играешь за майка У него рефлексия страшная Так вот Я про то Что по сути Этот город Это такой вот Отличные декорации Которые живые То есть Ты едешь через них Ты смотришь Они у тебя вокруг Но по сути Конечно К ним если не приглядываться Это вообще волшебно То есть Я предпочитаю Правда В GTA не углубляться В эти днотные квесты И вот Для экшена Это супер Мега декорации Таких никогда не было И никогда не будет Потому что В них есть глубина Бесконечная Это очень здорово Такого как бы Никто не может себе позволить Сделать целый город Ради декораций По поводу глубины Меня слегка поразило Вот я зашел в тир Ну во-первых Естественно Первый год я пошел Это в стриптизку Да отлично Тебя выгнали Да? А? Тебя выгнали? В плане нет Почему? А то есть Я лапал короче Ты соблюдал? Ты соблюдал? Да я соблюдал Я уже поехал В селке домой И ее так сказать Оприходовал Ну вот А потом когда я попытался Второй раз Ну как бы ей позвонить Сказать что я типа Хочу еще раз Тебе приехали Сказал что доктор Сказал что мне нельзя В прямом смысле Там так написано Отлично Отвратительные мужики Ну ладно Ну я зашел в тир И там типа Как это Можно выбивать ачивки Ну вот И я час стрелял в тире И в этом Я понял что я час стреляю в тире И я выключил игру Вот Понимаешь Я не знаю как это описать Ну то есть когда ты понимаешь Что ты Мы здесь типа играем в игры И мы очень сильно увлечены Да А они предлагают Они предлагают реально провести Типа полдня В виртуальном тире Они предлагают Даже не в игре В виртуальном тире Который в игре В игре да Безусловно Я по этой же причине Бросил на полгода Бросил Я в ужасе выключил Red Dead Redemption Когда я такой типа Прошел Большую часть Не Остина А потом Открыл значит Список Достижений Именно внутриигровых челленджей Типа там Шарпшутер какой-то Да 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 И мне там Немножко осталось До ачивки И я в какой-то момент Обнаружил себя Как принято В поле ворон Нет не в поле ворон Я обнаружил себя В халате Без нижнего белья В одном рваном носке Весь в семечках И там В ужасной форме С сигаретой в зубах Прямо в спальне И герой у меня В этот момент Стоял на крыше Движущегося поезда И выцеливал ворону Вот И я просто такой Так все Нет Я больше не буду Я понимаю Что это Настолько же абсурдно Как и настольные игры На экранах компьютеров Ну это понятно Мы здесь уже обсудили Это Очень абсурдно Мы обвиняем игру В том Что она Представляет нам Огромный мир Увлекаясь видеоиграми Мы обвиняем Видеоигру в том Что она увлекает Нас на какой-то Ну это реально Это так нельзя Сделано Просто мы находимся На такой стадии Развития Скажем так То что у нас Ни у кого в итоге Из нас на текущий момент Нет времени Настолько угорать Настолько угорать Но допустим Ребята Совсем недавно Моровин Я год играл Ну вот Но я играл по чуть-чуть В итоге Есть школьники Есть студенты У которых Огромное количество Свободного времени Ну по сравнению Они-то думают Тоже что у них Его мало Но на самом деле Оно у них Достаточно много Это такой Старперский Короче Старперская такая тема То что Если бы я был школьником И мне обидали ГТА 5 Я просто Я бы целый день Там сидел Ну да Да И ты бы не выгреб Контент Да Я остался бы доволен Здесь можно вспомнить Мое опять-таки Увлечение Скайримом Но Скайрим Это прям Стопроцентное попадание В меня Просто вот реально Тодд Говард такой Вот этому чуваку понравится И я в этот момент Дернулся на стуле Вот И пошел Купил себе Ну как купил Понятно Забрал у Максима Вот И дико в него погрузился Но Скайрим Это вот сказочное Вот это фэнтези Уроды Монстры Топоры Драконы Меня просто Я очень жду на самом деле Дрэгон Эйдж Инквизи Я тоже Ты вообще не в курсе Что? Брата В общем там Ситуация такая Это уже после События Дрэгон Эйдж 2 То есть это там Есть какой-то Контекст Типа все еще Продолжается Война между магами И кем? Ну короче Инквизицию Нет Там же закончился Ты помнишь Какой вообще Адам В вторую часть Я не прошел Да правда Ты что там Классно Там концовка такая Я просто такой Сука Потом Тварь Короче В этот мир Который и так Значит Страдает От этого раздора Через некий Разлом Проникают Демоны Да Очередной раз Они в прошлый раз Тоже проникали И начинают Людям Значит Свои порядки Внушать Короче Понятно Есть инквизиция Которая давно Забыта Но ее надо Возродить И Давно забыто Ну типа То есть маги победили Нет 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 Ты помнишь Что Инквизиция и темплары Это разные вещи Это разные вещи Это третья фракция А с нечистью С нечистью сражался Семь Обождите Короче Вот Ты значит инквизитор И у тебя есть задача В мире в этом Восстановить надежду Показать людям Что ты их защитишь И что не надо Значит И к демонам Поддаваться Все хорошо Вархаммер Да Вот И значит Мир большой В нем несколько локаций Ты выходишь на глобальную карту Выбираешь Сюда пойду Сюда допустим 10 Но внутри Каждой из этих 10 локаций Ты можешь путешествовать До усерва Короче И нет экранов подгрузки Внутри этих локаций Ты видишь пещеру Ты не заходишь через дверь И ждешь Пока она загрузится А прям заходишь Прям заходишь Вот Та же история С домами С замками С деревнями Тактический бой Вернулся То есть пошли как Skyrim По поводу загрузки Нет Skyrim вообще-то все загружали Еще как Нет Там тоже же локация В которой ты можешь зайти В домам Там До определенных Все загружается И дома И все на свете Там загружается Даже в таверну Да Все загружается Короче Вернулись Во-первых Это party based Как бы игра То есть Там герои Между которыми Можно переключаться Вернулись Пошаговые Тактические бои Они всегда были Просто на консоли Они были по-другому Во-вторых Их не было Здесь ты ставишь паузу Раздаешь всем приказы Короче И смотришь Что как происходит И причем Это выглядит реально То есть Эпично Это выглядит Во-первых Эпично Во-вторых Бои очень крутые Из-за того Что они используют Frostbite Новый И ты например Штурмуешь замок Через который Ты входишь Как все домой Без экрана загрузки Штурмуешь замок Видишь на мосту Между стенами Стоят лучники Ты просто На-па Опоре моста Мост рушится Лучники туда же То есть там Больше живого Именно такого Чем видеоигровой Математики Вот этой условности Выходит она Следующая осень К сожалению Только Да Самое крутое Это собственно Тактика И крутые Бесшовные Именно локации То есть там Там нет такого Типа Мы сейчас Создадим Сэндбокс Будет Исключительно Плюс Это вообще Я когда услышал Это просто Короче Ты захватываешь Замок Видишь замок Заходишь туда Он занят Какими-то ублюдками Которые допустим Подчиняются Демонам Да Ты его Освобождаешь И у тебя На карте Отображается Как в цивилизации Какой процент Влияния Инквизиции В данном регионе Ты захватываешь Этот замок И используешь Его Или в качестве Лаборатории Которые ты Из зелья варит Или в качестве Пропагандистского Штаб-квартиры Которая распространяет Влияние Инквизиции Или в качестве Блокпоста Который Ты туда можешь Прийти Нанять Каких-то уродов Что-нибудь Типа этого И то есть Это подключается Такой стратегический Элемент То есть Саталлор Да Ну то есть Понятно В меньших масштабах И менее обременительно Или захват башни Фар Край Ну нет Ну ты ее захватил И все Ну у тебя там Цвет менялся И открываются Два задания Тот кто выбираешь Функциональность Да Нет Подожди Сори Не захват башни Получается А захват Нет Короче Это на самом деле Как в масс-эффекте Степень защиты галактики Грубо говоря И потом После того Когда Влияние Которая распространяется Открывается Последний Ну да Это же круто Плюс она Очень здорово выглядит Она без претензий На суперсерьезность Она более-менее Такая Знаешь Типа Более Не знаю Мультипликационная Может быть Что-ли Не в том смысле Что там Целшейдинг Что-то такое Да Она красочная И там Кстати у них Считайте Вашу традицию Плюс детальные Очень У тебя персонаж идет Она же от третьего лица И там прямо видно У нее на поясе Что-то висит Короче Ну смотри Это становится традицией Ну и как обычно Choice Они поменяли Дизайн Персонажей После первой части Да И получается Поменяли еще раз Да То есть это как Final Fantasy Да Каждый раз Новый детство Что здесь в этом волос Отличат Final Fantasy Здесь Хотя ладно Современно Вселенная Ну и в общем да Dragon Age Inquisition Я вот очень жду И Ведьмака Тоже Мориган жду Поэтому Мориган Это вопрос Оставим Оставить вопрос Другим Короче Которые там были Да там В плейно роликов С Мориган По-моему Ну вторая часть Хер Тебя не мориган Нет В третьем Там по-моему Вообще Я И вот Поэтому Я бы не стал Сравнивать Ведьмака С Dragon Age Inquisition Потому что у них Разные механики Ведьмак Это игра Которая говорит О герои Во-первых Open World Во-вторых Она Сконцентрирована Ее внимание Именно на героях Это Ведьмак Она называется А не Dragon Age Inquisition Да Безусловно Это игра С названием Век драконов Инквизиции Как игра С названием Destiny Может быть О чем угодно Об этом и речь То есть когда ты говорил Что тебе Не обязательно Ты должен играть World of the Tanks И говорить Что она там Хорошая или плохая То же самое Мне вышло Седьмаком Мне не нравится Сам персонаж А не другим персонажем Играть не могу Я считаю Я считаю Это говна С нашествия Но это просто Твоя личная В кожане Все что он говорит Все что он несет Не раздражает А я должен с ним проводить Все время И Dragon Age В этом смысле Это больше ролевая игра Потому что там персонажа Ты создаешь сам Как посмотреть Вот тебе ролевая игра Вот тебе роль играй Смотри Во второй части Ты играл только Хоуком Только одним чуваком Он кстати мог играть бабой Но в целом Ты играл ему Хотя бы А здесь ты тоже инквизитор Хотя бы класс Инквизитор Не уверен Что там инквизитор Я не знаю Классы там будут Сто процентов Варианты магии Варианты прохождения Хотя это ведьмаки тоже есть Но ведьмаки все равно Самоуверенно Ну короче Смысл в том Гитара Помните Какой ажиотаж был Когда показывали Куда-то нас приглашали И показывали Типа Первый геймплейный ролик Dragon Age 2 Когда в какой-то пещере Замкнутое пространство Значит и вокруг Какого-то Большого ублюдка Бегает партия персонажей Все такие Че Сейчас у меня Абсолютно Обратная реакция То есть я увидел Dragon Age Inquisition Такой прям Ехиот Ну понимаешь Разные Разные реакции Разные реакции Поэтому да Dragon Age Inquisition Это будет Как минимум Интересно Итак Друзья Следующая тема Не знаю Насколько богата Она получится После того Как мы обсудили Настолько живо Все главные Интересующие Значительную часть Нашей аудитории Игры Я бы назвал Ее Очень просто Игры будущего Но это не те игры Которые мы ждем На консолях Следующего поколения И не те игры В которые мы Собираемся играть А я бы сказал Гораздо Проще Это те игры В которые мы будем Вынуждены играть Уже в достаточно Обозримом будущем Что мы видим сейчас Открываются новые проекты И анонсируются их Особенности Free to play ММО Социальная интеграция Обязательно открытый мир И так далее Видите Тут недавно Высказывал Теорию о том Что Игры перестали Бороться Именно как явление Бороться за внимание Публики Потому что Она у них уже есть О них уже пишут Там в глобальных Форбсах В газетах Говорят по телевизору Это уже часть Современной культуры Вопрос стоит иначе Игры стараются Завоевать Внимание Конкретного игрока Таким образом Чтобы он из нее Не ушел в другую игру Грубо говоря Недавно Пример Был анонсирован Новый Deus Ex Я сначала такой Вау Новый Deus Ex А потом я читаю И там пишут Что Это Называется Условно Сейчас Deus Ex Universe И ты не в курсе Да? Понятно Вот слушай Deus Ex Universe И это Deus Ex Universe Будет объединять В себе Несколько игр Для текущего поколения Консолей Несколько игр Для следующего поколения Консолей Несколько игр Мобильные игры Комиксы Книги И Игрушки в Хэппи Миле Условно говоря То есть Это Создается Некая вселенная Некая экосистема В которую ты один раз Вошел И потом уже Из нее Вряд ли Ну и незачем Тебе из нее Убираться Я хотел бы сказать Почему это происходит Как сейчас Например Есть люди Которые Типа не геймеры Да? Есть люди Которые играют Только в World of Tanks Они туда вливают бабла Они проводят за этой игрой Колоссальное количество времени И Больше никакие игры Эта игра дает им все что нужно Да Больше никакие игры Их не интересуют И Wargaming Night Сейчас двигаются Абсолютно В этой стороне Потому что У них вот еще Выходят корабли Выходят самолеты Единый аккаунт Для всех этих игр Скорее всего Потом это будет Объединяться Как сейчас поступает Godzilla Entertainment И у них запускается Бесплатная War Thunder На PlayStation 4 Смысл в том Что она кроссплатформенная Ты можешь Играя на ПК Играть с чуваком Который играет на PS4 Точно? Да Абсолютно Обалдеть Представляешь себе Что правда что ли? Вот это круто Потому что По моему Такого никто не делает Это прям Это гейкченджер И у них Уже Пока Wargaming Night Делают отдельную Игру про танки Отдельную про самолеты Отдельную про Это самое У них все вместе Просто вот это То что ты уверен Абсолютно уверен У них единые серваки Для всех Обалдеть Вот это просто Охереть Это то что мы Это будущее И знал Грубо говоря Вот Мы говорили о том Что Так как Теперь все консоли Это ПК То скоро у нас Теперь это стало возможным Да Скоро у нас будет Как минимум PC и PS3 Там PC и Xbox Они могут вместе считать Потому что Xbox с PS3 Понятно Ну да Хер вам Ну посмотрим Может появятся такие крупные Как бы проекты Как условно Близзардские Когда скажут Подключайте свои платформы И мозга не бите Вот в этом контексте Например Как это знаешь Это есть твиттер Из HL3 Out yet No Там каждый день Даже каждый час Я подписан Ретвич Хороший Да Для того чтобы Быть и актуальной И популярной И интересной Для тех Не только для тех Кто играл в Half-Life 2 И является ее фанатом Но и для тех Кто сейчас пришел На Ты же понимаешь Мы в комментариях Вконтакте В комментариях на Ютюбе В комментариях на своих сайтах Мы если с кем-то спорим То по большей части Мы спорим с людьми Которые в игры Пришли не так давно И сейчас они жалуются На то что Кенцой геймплей Хотя они типа 5 лет назад Начали играть И что 5 лет По-моему не было геймплея Что сейчас Его не прибавилось Вот И как Half-Life 3 Если она когда-нибудь выйдет Как она заинтересует человека Я тебе могу сказать О том что сейчас Потому что Half-Life 2 Был 9 лет назад 2004 год Да 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 Это же давно Сейчас еще очень Очень тема В основном В том что все на рынке Сейчас находятся Постояние ожидания По сути По сути мы сейчас Все смотрим На вот Какой-то Новую вещь Ждем В ожидании Какой-то Новый Новые вещи Которая бы взорвала Вот сейчас Вот только Устрифт Все смотрят На укус И такие Твою мать У меня его нет Да типа Но раньше Это было Раньше Вот консоли Нового поколения То есть X360 Они были Этой вещью На которой Все смотрели Которую все ждали Которую все хотели Сейчас все очень прозаично Да Сейчас это как бы Ну то есть Это можно сказать Вот я это сравниваю Для себя С телевизорами То есть Вот есть допустим Сначала было там X440 на 480 Потом HD Ready Потом Full HD И этот бизнес Все равно работает То есть да Он не привносит Ничего нового Тебе Ты по-другому Телевизор смотреть Все равно не стал То есть да Появилось 3D Да Появились какие-то Навороты Совсем плоские Легкие Ну какая разница У тебя здоровенный экран Дома Да он греется Да он здоровенный Но суть на супертон Какая разница Суть одна Суть одна все равно Я считаю что это не то чтобы плохо Это наоборот Очень хорошо с точки зрения Бизнеса и денег И эта индустрия даст Как бы какой-то Запас прочности Как минимум Потому что у нас же как всегда Игра не получилась Все компания закрывается Консоль типа провалилась Все типа Значит акции упали Значит компания закрывается Пускай зарабатывают деньги Пускай будет какой-то у них Бэк-офис грубо говоря Накопленные деньги Потому что у компании там Sony в глобальном Как мы знаем Тоже не то чтобы Там в прошлом году Было все прям феерично Ну да Дела такие Да У компании Microsoft То же самое То есть вот реально От всех людей Ну то есть вот У этих компаний Есть игровые бизнесы Но мы по сути Смотря как бы На платформу держатель Только у компании Nintendo Все более или менее Несмотря на то Что компания там Вью на текущий момент Как бы прохладно Скажем так Проходит Ну сейчас вышли покемоны Да-да-да 4 миллиона Да и всем все показали Первые выходные 3DS Как и раз Нет все равно Это же деньги Nintendo Да-да Имеется в виду Что Nintendo показывает В данном случае Запас прочности Более или менее И это кстати тоже Вот и компании Ориентированные на Хардкорного пользователя Да Показывают о том Что у них все очень Как бы тоненько А компания Которая всегда шла Своим путем В итоге Она тоже ориентирована На людей Которые в принципе Играют в Nintendo Покемоны Согласись Нет все понятно Все понятно Я имею ввиду в принципе То есть Есть же как бы Классическая такая Позиция в медиа О том что Да вот Nintendo Она срати Ваш типа Вот этот вот рынок Она идет своим путем И у нее все хорошо Выход на новую аудиторию Да-да-да Наши чуваки Играли в ZELDU ZELDU И продолжают играть Дед отцу передал Играй в ZELDU Отец умирал И так И все И сейчас На я и внуки Как дед завещал Такая фотография Знаешь Военная Ну а ты там Такой типа Дед с ZELDU Линк Да-да-да Все И все как бы работает Да это Nintendo И имеется ввиду Что сейчас На самом деле Очень на мой взгляд Позитивное Для всех Время Для всех Кто завязан на игре Кому нравится игра И так далее Что сейчас Пускай это Не триумф Как бы технологии Пускай это только ожидание Но вот-вот Должно что-то появиться Что должно взорвать И перевернуть Знаешь что Steam Machines Как вряд Я когда увидел Я на самом деле Очень обрадовался Потому что Мне надоело Эта грызня мелочная Между PlayStation 4 И Xbox 360 И должно было Вот именно Как ты сам говоришь Должно было Случиться что-то Что их или разнимет Или отвлечет от них Публичное внимание И тут анонсирует Steam Machines Свой контроллер Витя Мобильные игры Никогда не будут Такими Как я хотел бы Потому что На консолях Нет стиков Steam контроллер Видел? Не на консолях Нет стиков Ты что-то Не мировая На телефонах На телефонах Да окей Так Видел Steam контроллер? Нет стиков Нет То есть он прям такой И вот здесь Два тачпэда Ну ты понимаешь Что? Ну что на телефонах Пока Да не важно Короче Смысл в том Что это Очень новаторская И какая-то Свежая струя Которая Плюс Со всей этой Историей Steam же Ясно Что это Linux И естественно Не вся библиотека Steam Автоматически Перекочует К вам В консоль Но тем не менее Это реально Такое Чучу Приезжает И эти двое Нет Такое ощущение Что что-то в воздухе Потому что Смотри Сейчас только Ленивый не стал Делать свою консоль Если раньше Компании умирали Потому что Они делали консоль Sega А теперь Сдают ПКИГ Вот Nvidia Shield Да То есть Посмотри Как Пчелы на мед То есть Такое Все понимают Что Господство Sony и Microsoft В этом плане Да Оно там Пошатнуло Что не обязательно Быть мега супер Сейчас крутым Производителем И прочее Заказываешь в Китае Облачная Короче Херня Indie development Опа Бабло По легкому Ну Посмотрим В итоге Во что это выльется Но пока Действительно Нет Я честно Скажу Вот сейчас Между нами Между нами И вот этими Тысячами Слушателей Что Oculus Rift Да Круто Да Но Приблуда Вау Приблуда По сути И вот это Мне кажется Это очень важно Очень важно Игры Это все Про вау Приблуды Это все Про вау Ну то есть Понимаешь Это как Кинект Который тоже Вау Приблуда Который продавал Консоли Да Все верно Но по сути Потом пылился Вот Он не пылится Он с точки зрения Масштабный Технологический Это вообще Это не то Что он не пылится Это просто Ад и жопа Сатана Там уже есть Это Ты в курсе Что Народ сейчас Типа Придумал Не кто-то сказал Проекционный экран Который Проецируется На Стену Из пара И обладает Способностью Тачески То есть Он отслеживает Твои движения Вот такие Относительно Этой стены И ты можешь Листать Вот так Вот Все На экране Который висит В воздухе Ни на чем И почему Это Кинект Это не то Что Кинект Это сенсорная Технология Это производная Миссиша Кинект С точки зрения Технологии Это не то Что он пылится Он пылится Пылится Потому что Потому что Тебе не нравится Кинект Он пылится Потому что Он стоит у меня На стенке И мы должны Главые мессы Понимаешь Мы сейчас говорим Про функциональность То есть Как технология Да Все здорово То есть Его в медицине Там применяет Ну при блуде Понятно Я тебя понял И продает То есть И Как в свое время Все вот эти Контроллеры Беспроводные И прочее И Oculus Rift Ну мы по-моему Обсуждали Не знаю Говорили Это в микрофон Что он отлично Ложится на симуляторы На автосимуляторы А с шутерами Тем же RPG Тем же Skyrim Надо посмотреть То есть Возможно Будет плохо Совместим То есть У тебя Я кстати Так и не попробовал Skyrim играть с Kinect Там же можно кричать Да Фусрада И так далее Нет Я думаю Что Oculus Rift Это тоже такая Производная Как и Kinect То есть Сама технология Удивительная И волшебная И я думаю Что это Производная Для того Чтобы вот Этот следующий шаг Случился То есть Вот следующий шаг После Oculus Rift Ну вот Он будет Как раз той бомбой Которая Все это взорвет То есть Ты имеешь в виду Что это железо Какое должно быть Возможно Это будет железо Возможно Это будет Как бы И железо И не железо То есть Это будет технология Должно быть Что-то новое Опять же Проекция Грубо говоря Того что ты видишь В Oculus Rift Она уже Ну то есть Сама идея Очень важна Того что Твой мозг Обманывается И грубо говоря Эта идея Которая заложена В этой железке Она может привести Либо к другой железке Либо вообще К отсутствию железок Как допустим Kinect Это железка Но по сути Ты в руках Ничего не держишь И потом Глупо себя чувствуешь Когда играешь В тот же авиасимулятор Сидишь как дурак Вытянув руки Слушай А когда ты играешь С гимпадом Ты сидишь как дурак Узя в трусах На диване Короче И такой Я в самолете Эргономика И чувствуешь себя Очень умным Петь Здесь важна Эргономика Руки банально Вытянув вперед Просто тяжело Держать Долгое время Джойсику У тебя лежит На коленах Вот тренируешься Гантели в руки Возьми Давай В авиасимулятор Ничего себе Таки для этого Мы играем С гантелями Чтобы тренироваться Мы оборот Для того Чтобы сбежать От этого Садимся В кресло И с джойстиком И с попкорном И пивом Поэтому здесь Реально Много вопросов У всего этого Как это будет Работать Насколько применимо Эффективно Потому что Большинство игр Которые сейчас есть Ключевая мысль Это включая Эти мобильные игры Которые Все круто Все признали Что они крутые Ну какой нахрен Oculus Rift Для того чтобы Играть в Хардстоун Ну не кажется Можно Мне кажется Можно Такое собачье Ты сейчас уже Визжишь Как сучка Когда открываешь Этот бустер А если в Oculus Rift Тебе будут открывать Эта степическая карта У тебя просто Там вообще Тебе Я не знаю Там сахарной пудрой Будет посыпать В лесо Но большинство Игр существующих Которые захватили Это все В любом случае Массовую аудиторию Это вот Как Петя говорил По поводу Биошока То что это вглубь Да Это вглубь Вот я считаю Что Oculus Rift Это вглубь Кинект Это вглубь И вот нужно Сейчас Вот это вот Какая-то технология Которая это все Вглубь еще На другой уровень Восприятия человеком И тогда Это будет Действительно бомба И тогда мы все Будем вяжать Потому что Куда сейчас Двигаются игры Ну предельно ясно Даже GTA 5 Уже попала То есть Блокбастеры Которые Мы с тобой ждем Dragon Age Inquisition Это исключение Потому что Там нет Открытого мира И нет Социальных функций Это уже не тренд Да Ведьмак Это исключение Есть законченная история Да Ведьмак Это исключение Несмотря на то Что есть Открытый мир Это история Про одного героя В ней неуместны Никакие Посторонние люди Которые будут Сообщать тебе И если раньше Ты играл В Watch Dogs Извините В Sleeping Dogs И тебе За Долгий период Вождения Без аварии Выскакивал Выскакивало сообщение Что твой друг Петя Сальников На минуту дольше Проехал Ни с чем не столкнувшись То теперь ты играешь Need for Speed Rivals И Петя Сальников Ей-то рядом И говорит тебе Давай погоняйся И это не тот опыт Который мне хотелось бы Получать от видеоигр Я подозреваю Что до того Как вот это вот Что-то более глубокое И что-то совершенно новое Придет У нас будет Долгий период Стагнации Именно связанный С ММО проектами Я думаю Что мы в ближайшем Будущем Не увидим Новый Elder Scrolls Например В ближайшем будущем Кроме Elder Scrolls Online Да Кроме Elder Scrolls Online А ты уверен Что это не последняя Итерация Вот все Elder Scrolls Как сериал Для одиночек Закончился Я про это Именно тебе сейчас И говорю Что возможно Новый Такой как Skyrim Такой игры Больше возможно Не будет никогда Либо не будет В ближайшем будущем Я уверен Что в ближайшие Пять лет Пускай будет Три года Окей Half-Life 3 Не выйдет Когда выходил Первый Half-Life И второй Half-Life Он был Над шутерами Он был такой Типа Это не совсем шутер И эта вот история Персонажи Атмосфера Сейчас у нас уже есть Биошок Которая абсолютно Образцовывается В этом смысле У нас сейчас Каждый второй шутер Сюжетный Атмосферный Каждый Даже простите меня В Battlefield 4 Есть одиночная компания Которая другая Это другое А вот именно С миром С исследованием С загадкой И со всем остальным С мёрзженным Именно вот с этим С погружением Это уже есть Уже есть И уже Уйдёт Ты же помнишь Девять лет назад Все-таки Представляете Третий Half-Life То, что в шутере Есть вот эти Диалоги Разговоры Тайны И ты такой О-о-о Но сейчас Этим не удивить И посмотри Чем занимается В принципе Сейчас Вэл Это по большому счёту Онлайновыми игрушками То есть это Дота И Омега Мне кажется На чём сейчас Держит Вэлф И по большому счёту Одной дотой Только заниматься В ближайшие три года И Как его Господи Вылетел Из Глотим Фортрас Второй То есть И игры для комьюнити Есть компания Wargaming.net Которая прежде Делала Неплохие стратегии Они сейчас уже Не сделают новую стратегию Они к этому не вернутся У них хватает Забот с текущими проектами Нет Есть Компания Гайдзин Вы думаете Что Они делают игру Которая на стартовой линейке Офлайновая Кросс-платформенная И Они Сделают Две сорванной башни Два неожиданно Нет У меня Есть И Вэлф По этому поводу По поводу Вэлф И какой будет Хафф3 Хафф3 Может быть Каким угодно На самом деле Он может быть Алдованным Он может быть Социальным Несоциальным Он может быть Офлайновым Онлайновым Каким угодно Самое главное На текущий момент Это в любом случае Деньги То есть Фри-то-плей И ММО Они доказали Свою профпригодность По поводу того Что они зарабатывают Много денег Самым создателям И поэтому В принципе Вся индустрия Она идет Во фри-то-плей Сегмент В ММО Сегмент Больше социальщины Больше онлайна Больше Что ты не должен быть один При этом Существуют все-таки Еще проекты Которые дают Просраться Я бы сказал Просто что Фри-то-плей Это путь Наименьшего сопротивления Да Но Как только Как бы Появится Скажем так Франшиза Какой-то там Айпи Который будет И У которого будет Игра Которую ты Внезапно можешь Отключить Весь допустим Онлайн И играть Сам Или ты Или это будет Онлайновая игра В которой Ты сможешь Создать Небольшой Оффлайн Ну как бы Не знаю Создать Сессию Там в игре Или что-то такое Ну вот То есть Это Это все Зависит от Как бы Человеческой мысли Насколько люди Додумаются Сделать Как бы Такую Мы уже говорили О том Что франшизы Сейчас Укрупняются Скажем так Создается Как бы Такое пространство Для бренда То есть Создается бренд Под него Создается Там онлайн Оффлайн Очень много Разного Вида Вещей Потому что На текущий момент Ты не можешь Ну Нужно Очень много Денег Чтобы вывести Новый IP На какую-то Высоту Чтобы люди Восприняли Его Ну вот Поэтому Естественно Все это Будет Концентрироваться И вот В зависимости От того Насколько Хорошо Монетизационные Процессы Смогут Внедрить Допустим В тот же Самый Оффлайн Возможно Знаешь Появится Какой-то Гений Грубо говоря Который сможет В офлайн Настолько Хорошо Как бы Внедрить Не знаю Либо микротранзакции Что-то такое Что никто Даже не будет думать О том Чтобы создать По этой Франшизе Онлайн Потому что Оффлайну Оффлайну Будет вот так Вот достаточно Ну вот Ты играл В Dark Souls Нет Поиграя в Dark Souls Там Очень Любовь Игра во многом Уникальная Там Очень интересна Реализация Именно Вот этого Баланса Между офлайном И онлайном Да Я видел Там же Что типа Чуваки могут Сставлять Надписи На стенах То что Можешь Вторгаться Дмитр Или в кооперативе Убить Помочь Босса Или Ты можешь Оставить Просто Знак На полу Возле Входа К боссу В помещении И тебя могут Призывать Если ты в этот момент В онлайн Находишься То ты Входишь И соответственно И внутриигровые бонусы Какие-то получаешь При этом Ну Как бы Это и онлайн И оффлайн И Но мне кажется Что будущее В любом случае За этим Но мне кажется Что будущее В любом случае За этим Потому что Смотрите ребят На GTA 5 На Rockstar Да Вот GTA 5 В принципе Всех ебан Смотрите Как они это там Сделают Они просто Сделали GTA Online Нет GTA Online Ты же можешь Вообще 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 Не включать Абсолютно То есть У тебя Дофига Всякого Контента В GTA 5 Которая Которая Показала Как В принципе Игры Для Аутистов Которые Любят Заработал Дофига Денег Что В принципе Люди Смотрят На это Инвесторы На этот Топ Все Топ Один Но Тем не менее Они Прошибли Многие Мозги Потолки Вообще Так что Это тоже Интересно Получается Что есть Все-таки Компании И игры Которые Могут Это Делать Смотрим Дальше И Возвращаясь К теме Про игры Будущего Я так Понимаю Что То Комьюнити Которая Создается А потом Распылялась Эта аудитория По другим Проектам И прочее То сейчас Позволить Не могут То есть Вот Почему Появился Юплей Потому что Аудитория Которая Франует Сокруг Проектов Нравится Людям Ассасин Скрит Необязательно Что им Должен Соседние Вкладки Необязательно Им Должен нравится Splinter Cell Вовсе Необязательно Но Тем не менее Все равно Собирают В одном Месте Это Каждый Пользователь Да Это Тоже Немножко Другую Тема Там Еще Более Обширная Тема Тема Тем не менее То есть Вот У Вова Есть Стим Вокруг Которого 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 Они Развлекать Это Сообщество Поэтому Игры Онлайновые Для Вов Важны Это Создание Создание Платформы Для Издателей Сейчас Очень Важно Чтобы Пользователь Был Привязан К его Платформе Потому что Ритейл Тоже Немножко Другое Тоже Платформы Знаешь Это Пользовательская Дата То есть Пользовательская Информация О пользователе Грубо говоря Чтобы у тебя Был прямой Контакт Без посредников С тем Кто у тебя Покупает И так далее Это вопрос О том Что Мы не выпустили Игру И забыли Про нее Нет Такого Вообще В принципе На текущий момент При текущих Затратах Когда Как бы На самом деле Есть еще Тема О том Что Игры Очень сильно Подорожали В разработке Да То что Разрабатывать Большие Офлайновые Проекты Дорогие С крутыми Сиджайными Роликами И так далее Это очень Низко Маржинальный Бизнес То есть Имеется Ввиду Что Оборот Большой У него Но В итоге Итоговые Деньги Которые Вы заработали В чистую Они там Составляют От 1 До 7 Процентов От бюджета Общего То есть Это в принципе Типа Средний Такой Показатель По индустрии Когда Тогда как Free-to-play Там может Грубо говоря Заработать Те 100% Все наоборот Да От того Что И поэтому Знаешь Типа Вроде как Есть пузырь Этот интернет О том Что вот Чего Что Люди Там Ничего Не создали Грубо говоря А вот Столько Деньги Очень часто Спрашивают Компании Мауру Та же Самая Ну вот Что Типа Откуда У них Столько Денег Типа У них Есть Этот Почтовый Сервер И так далее Там же Ничего Физического И так далее Но Как бы Бизнес Такой Онлайновый Бизнес Такой То что Он тебе На низкое Количество Вложений Приносит Большое Количество Прибыли И именно Поэтому Модель Free-to-play И онлайновых Игр Доминирует Даже не потому Что игроки Этого Там безумно Хотят А просто Издатели Ищут пути Ты в любом Случай Заработаешь Больше денег Даже если Ты провалишься Издатели Ищут пути Как бы Удовлетворить Пользователя Хотя бы Частично Так и Безусловно Себе заработать Определённую Денюшку Ну вот И другая Там уже Тема О том Что в компании Огромное количество Человек Допустим Как у тех же Самых Electronic Arts Ubisoft И Activision И там есть Разработческие Студии Им тоже надо Что-то делать И там Некоторые Готовы Разрабатывать Ну как бы NextGen Скажем так С точки зрения Игровых Механик А некоторые Не готовы Некоторые Готовы Только старое Делать И пока Старое Работает Давайте Мы лучше Еще старого Паново Пускаем И так далее То есть Это тоже Это требования Рынка Возможности Пользователя Возможности Самых Издателей То есть Это все же Как бы Сложная На самом деле Экосистема И результат Который Мы видим Типа Игры Которые Мы играем Это результат Очень Сложного Взаимодействия Между Сознаниями Различных Сторон Конфликта Этого Бизнеса И На текущий Момент Мы понимаем О том Что Эти коммуникации Между Разработчик Издатель Пользователь Они находятся На каком-то Одном и том же уровне Уже Какое-то Определенное Количество Времени О том Что ничего Нового Не происходит И именно Из-за этого У нас есть Определенная Стагнация То есть Возможно Игроки Должны У нас Любят В России Петиции Делать Пусть Типа Они Вот что Мы хотим Там Не знаю Там Вот Такую Что Кроме Half-Life 3 Да Типа Хотим Чего Не знаю То есть Это тоже Пользователи Пользователи Само часто Не знаю Пользователи Тоже Барин Сидит Сказать Дайте Нам Что Новое И так Далее А что Тебе Новое Дать Как Это Как Тебе Понять Что Не говоришь Да Вот Там Все Новое Ставит Свеженькое В Обложечках Поэтому В общем Да Но ты знаешь Новое Честно говоря Выходит Вот Порадовался Хардстоун Хотя Казалось бы Что там Новое Это забытое Старье Это забытое Старье Это часто Так будет Всегда Сейчас все ждут Dungeons Dragons Который будет Free to play Но Считается Вот тот же Сергей Галенкин Заявил Что На Dungeon Keeper Я Dungeons Dragon Сказал Или Dungeons Dragon Д Dungeons Д Dungeons Д Dungeons Д Dungeons Естественно Будет 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 Разрабатывают И И Сергей Галенкин Сказал Free to play Что Free to play На Dungeons Приложится Вообще Как Масло На хлеб И Будет Все правильно Все здорово Да Забытые Старые Выходят В новой Обложке С новыми Интересными Это тоже укладывается Тоже укладывается В эту Стратегию По поводу Что Создается IP И вокруг него Держатся люди Просто Это старая IP Да Вот Там были Тоже Всякие Вопросы По поводу Что Старички Никакого Free to play Не приемлют Для кого Это IP Слушайте Ну Dungeon Keeper Вышел В 97 году Новый Dungeon Keeper Даже никто не знает Что такое Об этом и речь Для кого Пускай Для меня Для кого Для кого-то Dungeon Keeper Это новое Словосочитание Вообще 97 год У меня иногда Люди пишут У них 97 год Только год рождения Сука Он вообще Я не видел На Free to play Он жалуется У меня такой Free to play Когда В 97 году Я называл Free to play Это ты Один раз Заплатил 100 рублей Какие 100 15 рублей За диск Заплатил А там Тысяча игр Вот это Free to play Вся микротранзакция Закончилась На 15 рубля А сейчас 15 рублей Стоит Трактор В ферме Здесь еще Важный момент Что даже Самые креативные Разработчики Которые Вдохновляют Меня своими Играми Типа Например Harvest Дизонор Аркейн Студиос Они сейчас Я очень Заинтригован Они делают Во-первых Дизонор Для меня Абсолютно Идеальная игра С точки зрения Геймплея У них Охерительный Арт Очень крутой Саундтрек Классный Стори Мир Безумный Аддон А ты поиграл? Нет Я хочу Купить Я тоже Готи Придешь И оно вышло Готи Эдишн Вот Они сейчас Делают Нечто Без названия С какой-то Туманной Формулировкой Продолжатели Идеи Систем шок 2 Представляешься От Аркейн Студиос Мать Твою Какой Это вообще Масштаб Вот Но смысл В том Что они Ну это Вечная тема Они ограничены Требованиями Издателя То есть Когда Марчин Ивинский Говорил мне Что все Кто делает 5 долларов В DLC Сосуд Мужские яйца Он Естественно Подкрепил эти слова О том Что CD Projekt Это независимая Компания Они Сами себя У них нет Издателя У них есть Только Дистрибьюторы Они Сами себя Финансируют Они сами Зарабатывают Вот это Тру инди Друзья мои Они Шарики Против Треугольничков Да Да Это Они Огромные Молодцы Харви Смит Сейчас Это Творческая Единица Которая Находится По сути В кабале К нему Приходят Чуваки Из Бетеста И говорят Короче Ублюдок Еще 3 DLC Дизонард Хороших Чтоб Каждая Продавалась Лучше Предыдущего Или Никакого Продолжения Систем Шок 2 И Харви Смит Там Такой Просто Что Мне Делать То То Никуда От этого Не можешь Деться А без Бетеста У него Нет денег На разработку Понимаешь Такой Игры С таким Артом С Виктором Антоновым Который Ресорвал Half Life 2 С вот и опять же меня неожиданно начали интересовать проект от независимых разработчиков потому что там творческой свободы естественно больше чем у крупных людей недавно я прошел long home это заняло у меня примерно два часа поиграйте сегодня я прошел недавно loan survivor для playstation vita очень классный survival horror тоже 400 часа про brothers я вам говорил и самое интересное вчера мы со стасом ломаки нам об этом говорили самое интересное что есть типа инди компании которые такие типа у нас нет денег поэтому вот у нас кикстартер дайте нам пожалуйста денег на разработку ремейка bugger мэна сейчас разрабатывается bugger мэна там запрошено 375 тысяч долларов по боже да вот а вот почему-то эти люди которые сделали гонг-хоум сделали loan survivor сделал он чувак вы посмотрите игра она там может отталкивающе выглядит что такой пиксель ставил и вот но там есть и музыка и дизайн и сюжет и все на свете то демон они туда да 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 они все-то не просили денег на разработку и при этом у них получилось отлично но это уже другой вопрос это же вопрос самих разработчиков насколько они готовы продать квартиру до меня насколько они на самом ли в этого все влюблены и насколько они готовы сами искать как бы на это день короче это тоже рискал вопрос записью кухни понимаешь на то есть вот это вот насколько мы сейчас не просим с вас для до этого мы их получали какой в конце в конце программы номер яндекс кошелька до тип того не вначале прогнать это да 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 но это тоже как бы это определенный как называется определенная дилемма отход да нет определенная дилемма по поводу того что хотим из-за это денег или не хотим вот но пока мы просто тупые поэтому не придумали каким образом мы хотим за это денег и поэтому мы делаем это бесплатно но вот что на самом деле тоже не очень правильно примет моем представлении в принципе если мы делали это платно то это выходил бы раз в три дня мне кажется я бы придумывал темы в конце 4 часа да 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 вон смотрите уголенки на подкаст выходит раз в неделю каждой неделю и интересная тема да но это тоже этого но у него другом кабинем и Pix llamado и плюс как бы подкаст тоже то есть а у галенкина есть определен его но там есть свой бок он как бы на него но то есть у него есть определенная бизнес-модель перед которому это делает ну вот он и как бы учебוםный по этому порядка же проходит в какой-то основательно скажем вамвет она и у него из платформа на которые он навешивает боговые записи подкасты так далее но вот что я опять же нам говорит этому что платформы это все по сути для вообще кого-то не был ну вот и И с инди-разработчиками то же самое. Мне кажется, обязательно есть там, грубо говоря, двое энтузиастов, там, по 18 лет сидящего в гараже где-нибудь в Канаде, которые... Который, еб***ш, такой металл, что мы просто... Нам не снилось. А мы такие, металл, современный говно какое-то. Типа того, да. Да, так вот. И я подвожу как раз к этому. Хотел я к этому подвести, что современные игры, много современных игр, мейнстримовых. И будущих мейнстримовых игр, они могут... Я не буду играть в эту онлайну, вот эту еб***у, простите меня. Я просто не хочу. Мне неинтересно. Я полностью... Вот у меня стоят игры на полке, и вот у меня новые появляются редко там. Потому что как-то... Но при этом я не из тех людей, которые, типа... Не пришла, не вышла, наверное, наверное. Который хотел бы играть онлайн. Возможно. Но при этом я не отношусь к тем людям, которые, знаешь, типа... Ох, во что же поиграть-то? Во что же-то поиграть? Руки некуда деть, нечем голову занять. Куда ж себя деть-то? Во что же поиграть? Ну, как бы нету... Придёт игра, в которую я захочу поиграть, я в неё поиграю. А для тех, кто вот страдает подобной болезнью, что очень хочется поиграть... Создайте своё. Единственное, нет, это не выход. Потому что никто же ничего не создастся, ты же понимаешь, даже после наших советов. Просто не там ищут. То есть я начал интересоваться играми от независимых разработчиков. Я вообще в последнее время играю, знаешь, на ноутбуке в Джентальянс Дэдли Гейм, 95-й год. Вот, тактический боевик. Это как собрание анонимных алкоголиков. Я начал интересоваться им играми. Они такие... Нет, ну, признался. Нет, ну, правда, подожди, нет. Я, конечно, с ним обо... Нет, ну, правда, нормально. Фастер-н-лайт у меня тоже всегда есть эта закладочка. Она прям, да? Она прям очень. Вообще? Она очень, да. Фастер-н-лайт. Куплю. Вот. Я просто даже не пробовал, я про неё помню. И просто, скорее всего, ищут не там. С лоун-сурвайвером абсолютно та же история для меня была. Эта игра, как говорится, знаешь, о явлениях, которые не очень понятно, откуда взяли. Ну, как и Silent Hill. И многие поклонники Silent Hill'а, они, типа, жалуются, что Silent Hill уже не то, Daumpur ваш говно, Homecoming говно, Resident Evil 6 говно, первый Resident Evil был хороший, этот, как его, Синдзимиками, или как его зовут, анонсировал новый Evil Within, название говно, геймплей, как Resident Evil 6, а значит говно. Ну, просто вы не там ищите... Очень ново слово говно. Говно, одно говно кругом, понимаешь? На самом деле, говно в головах у людей, у этих, потому что они, типа, такие, мы хит-байеры, на самом деле, вот так это называется. А потом ты понимаешь, что, на самом деле, ты уже, вот ты, ты и я, мы уже оказываемся вне поля интересов определенных компаний. Типа, чувак любил Elder Scrolls V Skyrim, ну, хуй с ним, как бы, ладно. Ну, не будет он играть в Elder Scrolls Online, и ладно, будет играть кто-нибудь другой, и их будет больше, чем эти три фаната Skyrim. Нет, 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 там безусловно будет другая логика. Условно говоря, да, ну, то есть, мы оказываемся вне поля интересов этих издателей, этих разработчиков. Так идите, есть игры, которые... Надо чуть-чуть покопать. Я в Elder Scrolls Online буду играть. Я тоже чуть-чуть поиграть. Не-не-не, мы все попробуем. Короче, надо искать, просто, элементарно. Потому что это, как говорится, что вся современная литература говно, а на самом деле вы просто давно не были в хит-магазине. Игры выходят, ну, правда. И видите, только это, судьба дает шанс порой в метро, вот эта реклама говна. Вот, поэтому, да, надо искать. А поскольку игр стало очень много, естественно, требуется и контекст, и некий аналог, скажем так, начитанности. И желание тратить на это время. Огромное количество платформ. И, в принципе, мне кажется, сейчас игры уходит столько, сколько у людей времени нет. Да, абсолютно. В целом. Вот, поэтому говорить о том, что игры нет играть не в чего, это полная глупость, потому что действительно настолько много, что выбираете. И у меня запрос... Знаешь, вот ты, я сейчас сформулировал, ты спрашивал, какой запрос, какую петицию подносить. Я бы, конечно, подписал бы петицию, но тоже сформулировано, конечно, фигово, но что есть. Как все петиции. Чтобы появилась игра, в которую я бы... Вот у нее включился бы, да, и на протяжении трех-пяти лет бы в нее бы играл. Иф онлайн? Возможно. Иф онлайн не моя. Почему? Это онлайновая игра. Вот я понимаю, я понимаю, что онлайновая составляющая там будет обязательно. Какой, возможно, элементы и PvP, и состязательности. То есть, в принципе, такая игра, возможно, Дота 2, там, да, вот для тебя, Гоша. Потому что понятно, что... Слушай, это Иф онлайн даст 504. Что Дота 2 будет существовать еще, ну, как минимум, к минимуму лет пять, да, и, то есть, и все твои навыки и прочее будут как бы расти, и игра будет расти, чтобы тебе всегда было интересно на нее играть. Это к вопросу, а Half-Life 3 некогда, и... World of Tanks, Уже три года существует. То есть, видимо, просто нет... Три года. Видимо, что нету еще того сеттинга, да, может того жанра. Elder Scrolls, с одной стороны, я на нее смотрю, с одной стороны, с надеждой, но очень, очень призрачной. Ну, да. Я посмотрел, по-моему, это, в принципе, типичная онлайновая игра с гриндом. А на это я не подписываюсь, я на это не согласен. То есть, есть призрачная надежда, что в 15-м году выйдет Eternal Crusade, игра по Вархаммеру, но это 15-й год. За эти два года они 300 раз отменят, как это было много раз. Но в целом, я готов реально уже, потому что игры выходят столько, чтобы просто играть вообще невозможно. А для того, чтобы... Я готов играть в 3-5 проектов в год, правда. Вот хороших игр, в которые можно потратить время, играть основательно. Не вот этот по верхам, я поиграл в эту, поиграл в эту. Честно говоря, у меня в этом году примерно так и получилось. Марафон, ёбаный, прекратите! Я за поем прошел Bioshock Infinite, я поиграл где-то неделю, наверное, провел в State of Decay. Я прошел Last of Us, потому что очень надо было. И как-то я больше особо-то не вспомнил. То есть, оно уже так и получается. 3-5 игр, которые это действительно прям... Да, да. задницу нагибали бы всех и встречались бы по вечерам такие... Так стихо обсуждали. Есть такая игра. Я знаю! Да, да, да. Ну вот, да, у Георгия это Dota 2, то есть, он, можно сказать, нашел свою любовь. Вот. Да, мы с Петром еще поиск. Мы не прощаемся. Обязательно будем появляться еще. И я лично надеюсь, что это будет происходить чаще, чем последние 4 выпуска. Следите за обновлениями в нашем замечательном паблике ВКонтакте. Подписывайтесь на наши лучшие твиттера. И слушайте нас везде, для того, чтобы ориентироваться в безумном потоке видеоигр. Пока!